здравствуйте мы расскажем в притче о маркетплейсе про луиса и джеффа которые выбирают совершенно два разных пути для достижения финансовой независимости что тебе предстоит увидеть великолепный рисованный фильм об их приключениях так что сядь поудобнее расслабься и посмотри урок о том как изменить свою жизнь однажды далеко-далеко за большим океаном в большой американской стране жили два человека которые очень любили читать книги луис и джефф они были большими мечтателями могли непрерывно говорить о том как когда-то станут самыми богатыми людьми в стране не знали только как это произойдет оба были быстрыми и готовы тяжело работать все что требовалось это удобный случай чтобы реализовать свои мечты однажды такой случай представился в стране любили читать книги книг не хватало и требовались предприниматели которые бы доставляли книги жителям городов так наши герои получили работу оба ухватились за идею и поспешили в типографию на склад за книгами концу дня книги были доставлены по магазинам владельцы книжных магазинов платили им один процент за каждую доставленную книгу вот и исполнилась наша мечта крикнул луис не могу поверить что мы такие счастливые но джефф не был так в этом уверен у него болели плечи а на руках были мозоли отношения тяжелых книг с нежеланием думал о на завтрашнем дне и о том что нужно снова носить тяжелые книги джефф поклялся сам себе что придумает лучший способ доставки книг жителям страны луис у меня идея сказал джефф на следующее утро когда оба несли свои книги выходя из склада вместо ношения этих книг туда и обратно за гроши давай оцифруем книги и построим платформу которая напрямую соединит издателей и читателей луис неожиданно остановился как будто его молния поразила платформа как тебе такое могло в голову прийти кричал луис мы имеем прекрасную работу джефф я могу переносить тысячу книг в день считая один процент за книгу это 1000 процентов в день я богат концу недели я смогу купить себе новую обувь через шесть месяцев куплю себе машину через год смогу купить себе квартиру у нас самая лучшая работа в стране мы имеем выходные дни и месяц оплачиваемого отпуска мы обеспечены на всю жизнь забудь о своей платформе но джеффа не удалось так просто отговорить джефф половину дня носил книги а остальное время дня и выходные посвятил строительству платформы он понимал тяжело будет приглашать читателей на платформу в то время когда народ привык ходить за книгами в магазин ввиду того что платили ему определенную ставку за книгу джефф осознавал что его заработок в начале уменьшится давал себе отчет в том что пройдет год может быть два прежде чем marketplace станет оплачиваемой инвестицией но джефф верил в свои мечты поэтому принялся за работу свой первый офисный стол джефф сколотил из обычных дверей в маленьком гараже луис и остальные носильщики книг начали над ним надсмехаться называя его строителем платформы луис который зарабатывал гораздо больше джеффа показывал всем с нескрываемой гордостью свои достижения он взял кредит в банке нанял носильщиков продавцов и открыл пятьсот одиннадцать книжных супермаркетов в сша великобритании в австралии новой зеландии сингапуре он назвал книжную империю своей фамилией бордес групп на него работало девятнадцать тысяч пятьсот человек луис построил двухэтажный дом и ел изысканные блюда в ресторанах жители страны называли его господин бордес и приветствовали когда он угощал их смеялись с его шуток когда луис лежал по вечерам и по выходным в гамаке джефф копался в интернете заключая контракты с частными инвесторами и поставщиками товаров для книжной платформы первые несколько лет джефф ничем не мог похвастаться работа была тяжелая даже тяжелее той которую выполнял луис потому что джефф работал и вечерами и в выходные дни но он все время себе повторял что завтрашние мечты создаются благодаря сегодняшним усилиям он строил платформу в интернете день за днем продвигаясь вперед контракт за контрактом с новым издателем на его книжной платформе должны были разместиться многочисленные издатели книг поэтому он называл свою платформу книжный marketplace или место для покупок все что имеет цену в будущем в начале очень трудно бормотал джефф еле передвигая ногами после работы возвращаясь в свой скромный дом мера его успеха были каждодневные цели которые он ставил и реализовывал зная что через некоторое время результаты значительно превысят те усилия которые он в данный момент вкладывал сконцентрируйся на заслуженной награде повторял себе джефф засыпая при отголосках смеха которые доносились с соседних квартир джефф внимательно наблюдал за тем как луис владелец сети книжных магазинов бордес групп вывел традиционную книга торговлю на новый уровень сделав из них огромные книжные супермаркеты ухватив идею джефф пошел от обратного он решил уменьшить физическую площадь магазинов до нуля перевел их в онлайн и сделал абсолютно бесплатными джефф расширил ассортимент своего маркетплейса добавил бытовую технику игрушки одежду аксессуары для дома и сада словом практически все на свете количество маркетов в его маркетплейсе начала расти затем он занялся платежными шлюзами предоставив покупателям форму оплаты в один клик что увеличивало количество заказов товаров до нескольких сотен в день затем закончив создание маркетплейса по продаже печатных книг джефф занялся развитием инновационной технологии анбук оцифрованных книг нового поколения текст в которых менялся в зависимости от вкусов читателей дни сменялись месяцами однажды джефф обратил внимание что покупатели сами стали рассказывать друг другу по про платформу marketplace а это означало что затраты потраченные на рекламу стали намного меньше а онлайн покупателей стало намного больше джефф использовал свое свободное время для приглашения инвесторов и предпринимателей в строительство платформы день когда работа должна была быть завершена приближался быстрыми темпами когда джефф отдыхал он с сожалением видел как его старший коллега луис все больше берет кредитов и тратит больше денег на новые магазины и многочисленные грузоперевозки он обратил внимание на то что осанка луиса изменилась лицо выражало боль ходить тот стал медленнее по причине каждодневной рутины луис был зол и подавлен тем что обречен на обслуживание своих книжных супермаркетов до конца жизни луис начал проводить меньше времени в гамаке а больше на складах и в банках когда его видели владельцы ресторанов говорили тихим голосом идет луис парень для книжных складов все хохотали когда местный алкоголик копировал сгорбленную осанку луиса и его тяжелую походку луис уже никого не угощал и не рассказывал анекдотов он довольствовался одиночеством в темном углу окруженный пустыми бутылками наконец-то наступил великий день джеффа строительство платформы marketplace было завершено жители страны прочитали в журнале forbes как многочисленные заказы маркетплейсе amazon стали приносить джеффу без осу тысячу долларов в секунду после того как на платформе заработал marketplace предприниматели начали закрывать магазины и перемещать свои товары в цифровом виде на платформу и таким образом marketplace начал разрастаться и процветать еще бы ведь больше не надо было платить за аренду магазинов и замораживать деньги в физических товарах на складах товары были оцифрованы связи с тем что на маркетплейсе джеффа появилась доставка прямо к порогу джефф уже не носил книги лично это уже было не нужно книги заказывались уже без его участия их покупали когда он ел когда спал выходные дни и когда развлекался чем больше заказов приходило маркетплейс тем больше денег приходило на счета джеффа джеффа создателя маркетплейса стали называть это джефф самый богатый человек страны газеты хвалили его за выбор за воображение и предлагали выставить свою кандидатуру на пост президента страны джефф понимал что никакого чуда он не совершил это была только подготовка к реализации большой мечты знаете джефф имел планы которые выходили за границу страны джефф намеревался построить маркетплейс в других странах 4 сентября 2018 года капитализация его маркетплейса превысила 1 триллион долларов сделав amazon второй в истории компании вышедший за рубеж триллиона долларов 2018 году джефф безус стал богатейшим человеком мира по версии forbes заняв первую строчку с состоянием 150 миллиардов долларов маркетплейс джеффа лишил луиса бизнеса парня для книжных складов того самого чей магазин в глазго в 2008 был назван номером пять в первой десятке лучших книжных магазинов мира крупнейшая американская сеть магазинов бордес объявила о банкротстве не выдержав конкуренции с электронными книгами сеть книжных супермаркетов уже не могла обслуживать 20 тысяч работников которым нечем было платить зарплату в связи с кризисом руководство компании не успевала за тенденциями в бизнесе и принимала неправильные решения фискальный долг компании составил 500 миллионов долларов реализовался самый худший сценарий из возможных ушла культура огромных супермаркетов где можно было бродить целыми днями и рассматривать товары вчера бордес кодек и нокия сегодня ваш бизнес во всех помещениях где раньше были полки начали открывать что-то другое а кто хотел купить товар покупал в интернете или попросту загружал цифровую копию ничего не напоминает мир никогда не сможет вернуться в старую экономику всем очевидно победили маркетплейсы аналогичная amazon эта история отражение реальной жизни работа это то что обычно делают люди для заработка денег луис получал деньги тупо таская книги джефф зарабатывал меньше денег но он свое время тратил на создание платформы под названием marketplace которая принесла ему растущий доход и отложенный капитал а чем занят в жизни ты на кого больше похож на луиса который обменивает свое время на временный доход или джеффа который тратит время с умом и понимает что нужно идти в онлайн и создавать marketplace 2016 году группа программистов компании сенезис известная разработками мобильных платформ вайбер и плетика и группа европейских фирм под названием джемфоми group of companies начали строительство международной торгово-финансовой платформы джемфоми маркет спейс что в переводе обозначает платформа для общения и заработка для меня и для тебя миссия компании заключается в объединении людей для общения и заработка в противовес глобальному кризису который закрыл миллионы магазинов и разделил людей по домам компания приглашает тебя принять участие в инвестировании и строительстве платформы market space такое инвестирование среди квалифицированных инвесторов называется венчурная и предлагается как правило для своих на то и дело с этого рынка долетают известия об огромных доходах которые получают инвесторы вложившие деньги венчурный проект на стадии развития например майкл маркула инвестировал двести пятьдесят тысяч долларов в компанию apple когда она находилась в гараже и продал свою долю за сто пятьдесят четыре миллиона долларов он заработал шестьдесят одну тысячу шестьсот процентов томас алберг вложил сто тысяч долларов в онлайн магазин amazon никому в то время неизвестный и заработал двадцать шесть миллионов долларов или двадцать шесть тысяч процентов джим геттс вложил 60 миллионов долларов в мессенджер ватсап и заработал три миллиарда долларов то есть пять тысяч процентов невероятная доходность но никто не пригласил тебя вложить сто или тысячу долларов венчурный проект чтобы получать такую доходность у тебя нет ни единого шанса войти в закрытый клуб венчурных инвесторов стоп есть джимфами удалось сделать то что не могли или не хотели сделать другие компании на торгово-финансовой платформе market space нижний порог инвестиций составил от 100 евро для заработка от трех тысяч евро для приумножения денег и от тридцати тысяч евро для создания капитала компания не предложила тебе инвестировать в новый продукт с непонятными перспективами а предложила принять участие в продолжении создания мобильного приложения которое установлено более двенадцати миллионов раз и оценено европейской аудиторской компании дома аудит в двести шестьдесят три миллиона долларов у проекта четкая конкретная цель создать платформу market space привлечь большое количество пользователей успешно продать приложение и разделить полученные деньги между акционерами уникальность платформы заключается в объединении мессенджера для общения и маркетплейса для торговли по сути это второй в мире мессенджер с маркетплейсом в мире много мессенджеров и еще больше маркетплейсов но существует только один мессенджер с маркетплейсом это китайский вичат который ориентирован на китайский рынок и не выходит за границы китая платформа market space ориентирована на весь мир крупные средние малые компании а также индивидуальные предприниматели и физические лица любой страны могут создавать свои маркеты а покупатели находить необходимый товар или услугу в любой точке земного шара именно поэтому маркетплейс был назван маркет спейс маркетплейсах текут большие денежные потоки они возникают за счет комиссии с транзакций арендной платы за размещенные магазины а также за счет привлечения рекламодателей какие есть подводные камни хотя все венчурные проекты являются высокорискованными для инвестора важно понимать на какой стадии находится проект сегодня и какие перспективы у команды успешно его завершить как и в любом венчурном проекте компания не может гарантировать сроки и доходность проекта но оценка джемфоми в двести шестьдесят три миллиона долларов и трехлетний опыт создания успешного приложения вселяют уверенность что после завершения разработки и проведения массированной рекламной кампании стоимость приложения значительно увеличится что принесет высокий доход всем инвесторам для финансирования проекта по созданию платформы маркетспейс джемфоми group of companies созданы две компании компания маркетспейс салюшенс таллин эстония и компания маркетспейс кастодиан сервис маршаловые острова по лицензионному соглашению компания маркетспейс салюшенс получила от холдинга джемфоми права на использование интеллектуальных прав на мессенджер джемфоми и его клиентскую базу компания маркетспейс салюшенс для финансирования проекта выпустила на балтийском отделении биржи nasdaq еврооблигации и представила и син номер 33 00 2 единицы 17 72 выпуск еврооблигаций является подтверждением большого пути пройденного компании для создания технологичного и привлекательного приложения с высокой оценкой тебе показали это видео чтобы предложить хороший бизнес все это время компания разрабатывала систему которая помогла создать мессенджер сейчас создает marketplace и готовится бесконтактные формы оплаты компания сама может рассказать про marketplace всему миру но это не было бы лучшее использование акционерных денег то что компания хочет сделать это научить тебя зарабатывать деньги на платформе создавать сеть маркетов приумножать и откладывать капитал а ты в свою очередь будешь учить этому других а те будут учить других в итоге везде будет маркетспейс каждая страна захочет получить маркетспейс и каждый предприниматель захочет им владеть но осталось мало акций которая пока еще можно купить из пяти миллионов выпущенных в мае 2019 года в доступной продаже осталось менее 1 миллиона 800 тысяч платформа маркетспейс принесет миллионы долларов акционерам затем пройдет много лет ты будешь на пенсии а сеть маркетов и далее будет приносить постоянный доход на твои банковские счета проезжая по городу ты будешь видеть молодых людей доставляющих заказы с товарами и ты будешь рассказывать детям как все начиналось мы рассказали тебе свою историю и предложили совместное участие в строительстве платформы немногие досмотрят до конца и используют возможность создания собственного дела к сожалению большинство из тех кто владел до кризиса магазинами отвергали идею маркетплейса мы часто слышали одни и те же отговорки у меня нет времени у меня нет денег мой знакомый мне говорил что его знакомый имеет знакомого который пробовал создавать маркетплейс и у него не получилось я всю жизнь торговал в магазине и не собираюсь ничего менять похожие слова луиса не так ли за эти три года нам грустно было видеть людей которым не хватало воображения но мы смирились с тем что есть люди подобные луису живущие в мире в котором работают руками они головой вернее работали пока не пришел глобальный кризис и только небольшой процент людей осмеливается мечтать о создании собственного финансового благополучия и к таким людям относится джефф без с владелец маркетплейса amazon и самый богатый человек планеты обратись к тому человеку который показал тебе это видео он даст ссылку на регистрацию в маркетплейсе под названием маркетспейс а мы предложим тебе условия которые завтра и никогда больше не повторятся